Владимир Руба предложил ввести новый механизм переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местности. Об этом руководитель Коми заявил на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера правительства России Марата Хуснульна. Заседание прошло в формате видеоселектора. Суть в том, чтобы не выдавать сертификаты на переселение, а предоставлять людям квартиры в новых домах, построенных в том числе и в столице того региона, где они проживают. Например, сегодня в центре Сыктывкара есть микрорайон, застроенный еще в 50-е, 60-е годы прошлого столетия. Это деревянные двухэтажные многоквартирные дома. На сегодняшний день их 1336 домов. И проживает там 33 тысячи человек. Проводить там ремонт капитальный или текущий, ну уже никакого нет возможности, да и деньги вкладывать в это совершенно не нужно. Но при этом вот такие устаревшие деревянные дома портят и внешний вид центра Сыктывкара, ну и самое главное, не дают развиваться центральной части. И предложение мое было такое, что построить на их месте новые современные жилые дома, выделить в них квартиры тем, кто десятилетиями ожидает переселения с северных территорий республики. Но чтобы вы тоже понимали, уважаемые жители, что сегодня вот на переселение выделяется в лучшем случае 280 семьям. А всего там, если сегодня считать, то это переселить людей нам потребуется 90 лет. При этом средства федерального бюджета направлялись бы в бюджет региона для строительства новых многоквартирных домов. И гражданину предоставлялось бы жилое помещение вместо сертификата. Это могло бы решить сразу несколько проблем. Сократить очередь на переселение, снизить темпы оттока населения из республики, увеличить объемы вводимого жилья, обновлять и развивать уже застроенные территории. Вице-премьер предложение руководителя Коми одобрил и включил его в протокольное решение для того, чтобы реализовать предложенную Владимиром Уйба инициативу. Продолжение следует...